Татьяна, так, наверное, давайте с этой стороны встану. Вы на меня смотрите, это будет диалог. Татьяна, вы же наверняка знаете, что 12 июня Россия отмечает что? День независимости России. Ну, День России, так назван этот праздник. День независимости, это вроде декабрет, ну или, в общем, много их этих праздников. А сказали, что сегодня независимость, я сама слышала. Ну, День России, да. День России. А мы все понимаем, что Россия, ну, во-первых, даже вот просто по принадлежности к роду. Россия – это женский род. Да. Она моя Россия. Ну, да, да, да. Женская страна. Давайте мы попробуем нарисовать образ России, как будто бы, если бы это была бы женщина, девушка. Вот какая она, какие у неё привычки, какой цвет волос, какие у неё глаза. Вот какая она. Ну, она, конечно, красивая, голубоглазая, пшеничный цвет волос. Вот, ну, вот такое, я бы сказала. А характер у неё какой? Добрый, мягкий, конечно. Добрый, мягкий, обязательно. Слушай, ну, она прям какая-то ангельская, прям, получается, у вас Россия. Нет, ну, вот если так вот, как я воспринимаю её, ну, конечно, бывают разные моменты, но в целом портрет состоит из таких хороших слов. Я не могу сказать, конечно, какие-то случаи бывают негативные, естественно, везде. Но в целом я бы сказала вот такое. Я не могу плохого ничего сказать. И я вас вовсе не принуждаю сказать про плохое, про Россию. А что она любит? Может, у неё есть какие-нибудь такие вот прям привычки хорошие или плохие? Приветливые люди, и сама, значит, Россия приветливая, доброжелательные, гостеприимные. Готовить она умеет, эта девушка? Конечно, умеет готовить, да. Какое её любимое блюдо, вот короночка её? Ну, может быть, если бы на быструю руку, может быть, блины какие-нибудь со свежим вареньем земляничным и так далее, летом. Вот. Но вообще у нас в стране-то всего много. И, конечно, негативного есть тоже. Но в любом случае, вот если образ России как таковой, то я воспринимаю его как светлый, добрый, душевный. Вот. Ну, наверное, поаккуратнее нужно быть. Где-то чистоты, может быть, не хватает где-то. Конечно, вот, если так, посмотреть вокруг, конечно, негатив, естественно, можно найти. Но в день, в праздник вот как-то... Не будем. Да, да, конечно. А всё, что вы сказали, 12 июня как раз у нас будет выходной, у России тоже будет выходной. Она, над вашими словами, подумает, сделает работу над ошибками и, в общем, в новую жизнь пойдёт уже с учтёнными фактами. Ну, хорошо, да. Хорошо. Второй вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, что вас свешит? Смешит? Да. Ой, даже не знаю, что смешит многое, конечно. Ну, вот как-то сразу не могу придумать даже, что меня смешит. Ну, вот, к примеру, идёт-идёт человек, раз упал. Смешно? Нет, не смешно. А вот что смешно? А что смешно? Не знаю, что смешно. Когда не смешно, а весело, радостно. Если там дети как-то вот шумной стайкой залетают в автобус, троллейбус, смеются. Вот это мне радостно. Я не могу сказать, что это смешно. Ну, да, это другое. Добавно, да. А вот смешно, я не знаю, когда вот, может быть, люди вот всё время вот ворчат иногда, как-то так вот смотришь, думаешь, господи, ну ведь жизнь такая прекрасная, такая короткая. Ну, хочется просто как-то немножко смешно слушать вот эти вот... Причитание. Причитание. Ну, это вы прям с философской точки зрения. А я вот если говорю исключительно о таком феномене, как вообще чувство юмора, как шутка. Не, ну шутка, естественно, это настолько очевидно. Расскажите любимую какую-нибудь шутку или анекдот у вас есть. Ой, ну она у меня такая... Неприличная? Ну она приличная, но как бы не по теме явно, вот, не в День России. А это уже не имеет отношения, это уже другой вопрос. Он не имеет к тому отношения. Ну это будет такое, не совсем. Ну, типа, вы пьёте? Нет. Нет, вы пьёте? Если это вопрос, то нет. А если предложение, то да. А очень даже... Вы пьёте, я даже прям продолжу. Молочко от залезского фермера. Мы же об этом. Мы же об этом. Да, да, естественно. Так, отлично, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, известно ли вам о том, что... Причём этот вопрос, он никак не имеет отношения к предыдущим. То есть это разные все вопросы. А известно ли вам о том, что сейчас очень модные, так называемые, блоги? Вот что-нибудь об этом слышали? Ну да, да, да. Ну вот что вы об этом знаете? Ну я знаю, что любой желающий может открыть свой блог. И потихонечку даже можно и там деньги делать. Потихонечку? Да. Это я вам скажу, у вас очень скромные знания. Там люди такие деньги заколачивают. Да, да. Просто там потом реклама идёт и так далее. Да. Слышала, что вот люди начинают что-то своё делать. И поэтому на этом могут зарабатывать деньги. Давайте начнём сегодня. Вот о чём был бы ваш блог? Что вам интересно? Что вы могли бы, о чём могли бы интересно, вкусно, энергично рассказать? Ну я люблю путешествовать. Я, конечно бы, наверное, если бы я этим занималась, то я бы, наверное, рекламировала путешествия по всему свету. А где вы были? Самое-самое выдающееся место. И давайте прямо оттуда запишем ваш блог. Всё, давайте. Как будто бы вас сейчас уже смотрят ваши подписчики. Ну, честно говоря, я была очень много где. Я долго жила даже в Америке и в штате Флорида. И, конечно, мне это дорого место в силу того, что часть моей жизни прошла там. И я, конечно, бы сказала, что это место, хотя я больше всего люблю Россию, я всегда её любила, я никогда не хотела переезжать в Штаты. Так сложилась судьба, просто вышла замуж. И поэтому, ну так, человек хотел очень сильно. Вот, в итоге мы полюбили друг друга и так далее. Но сейчас всё это давно уже было. Вот, он умер, так сложилась судьба. Вот, и я что хочу сказать, что, конечно, вот у меня Флорида очень ассоциируется с солнцем. Так много солнца. Вот солнца даже, вот почему вот на Кубе все танцуют и пляшут, хоть бедная страна. Да, потому что солнце. В Индии все довольны жизнью, потому что солнце, много солнца. А солнце – это радость, это позитив. И поэтому я считаю, что вот все южные страны, какие бы там у них не были уровни достатка, но в силу солнца они как-то не унывают. Вот если бы России, да, вот, кстати, что не хватает России, солнышка бы побольше. А вот смотрите, что. Да. Вот вы сейчас стали говорить про ваши воспоминания, про солнце, про танцы, и выглянуло что? Солнышко, да. А это значит что? Значит, мечты сбываются. И значит, надо танцевать. И тогда у нас будет больше подписчиков, много лайков, много рекламы, и вы опять улетите куда захотите. Конечно, да. Ну что, в пляс? В пляс, да. Но я пока не буду демонстрировать. У вас блогеры уже ваши подписчики смотрят. Ну, пока я еще не уверена, сколько будет блогеров. Я вообще этим делом не занимаюсь особенно, да? Надо начинать. Ну, надо начинать. Вообще-то надо. Я с этим согласна. Вот там вот я и станцую. Знаете что? Вот так вот вы уже не скоро заработаете. Солнышко-то выглянуло. Ну, давайте какие-нибудь пару утренних па просто. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, глянь, 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 уже 3 миллиона подписчиков. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А говорит не хочу. Теперь не остановить. Пам-пам-пам-пам. Ма-ла-дец. Актриса сделает. Ну, потому что на самом деле актриса. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Все, до свидания. Все, до свидания.